В безбрежных водах современных морей служит настоящий гигант – авианосец USS Gerald R. Ford. Этот колосс был заложен в далеком 2005 году и введен в эксплуатацию спустя 12 лет, в 2017. С водоизмещением от 100 до 112 тысяч тонн и длиной в 337 ярдов, он представляет собой вершину современного судостроения. Gerald R. Ford – первый авианосец нового класса, заменивший всем известные корабли класса «Нимец». Это не просто громада стали, а символ прогресса. Два современных атомных реактора типа A1B обеспечивают кораблю неограниченную дальность плавания, а электромагнитные катапульты E-MALS значительно увеличивают скорость и эффективность запуска воздушных аппаратов. На борту могут разместиться до 90 единиц воздушной техники, включая передовые модели F-35C, а экипаж насчитывает около 4500 человек. Это маститое творение инженеров демонстрирует непревзойденную скорость в 30 узлов и обладает невероятной боеспособностью. Первая посадка на авианосец состоялась сразу после ввода в строй, и этим самолетом был F-A-18F Super Hornet. И все же среди множества сильных сторон Gerald R. Ford скрываются тайны, которые могут по-настоящему удивить любого. Готовы узнать, что же скрывают стальные гиганты новомодных палуб? Оставайтесь с нами, ведь впереди еще много загадок и открытий. Дата рождения USS Gerald R. Ford не так далека, как большинство полагает. Закладку киля на верфи Newport News Shipbuilding в Вирджинии отметили 13 ноября 2009 года. Для многих этот день стал переломным. Впервые в истории морского судостроения закладывался авианосец, оригинально спроектированный с учетом новейших и самых смелых технологий. Отправной точкой для этого амбициозного проекта стало начало 2000-х, когда с целью поддержания мирового лидерства США начали модернизацию флота. Программа, стартовавшая в 2001-м, включала новаторские решения и грандиозные задумки. Реакторы I-1B и электромагнитные катапульты E-MALS – это лишь пик айсберга новинок, которыми мог похвастать этот великан. 8 лет работы заняли инженеры на постройку этого судна, и каждая деталь была важна на пути от концепции до реальности. Спуск на воду, состоявшийся 9 ноября 2013 года, наставило что-то необычное. Бутылку о борт разбила Сьюзен Форд Бейс, дочь самого Джеральда Форда, что добавило моменту исторический оттенок. Общая стоимость строительства оценивалась в 12 миллиардов 900 миллионов долларов, делая его самым дорогим авианосцем мира. Но что послужило такой высокой цене? Ответ скрыт в уникальных инновациях, которые не будут доступны большинству. Хотя корабль уже завершен и готов к покорению океанов, его история и уникальные черты продолжают интриговать и будут раскрыты далее. Характеристики Представьте себе не просто корабль, а истинное чудо инженерии — авианосец USS Gerald R. Ford. С длиной в 1106 футов и полным водоизмещением, достигающим 112 тысяч тонн, он бросает вызов гигантам морей. На его палубах скрывается вместимость для 90 различных летательных аппаратов, хотя зачастую авиакрыло насчитывает около 75 единиц. Такая гибкость в конфигурации делает его настоящим плавающим городом, способным брать на себя любые задачи. В центре этого величественного сооружения находится одна основная островная надстройка, состоящая из двух секций. Одна отвечает за управление всем судном, а вторая — за координацию полетов. Такое разделение способствует повышению эффективности судна. В основе мощности Gerald R. Ford — два революционных реактора типа A-Din-B, обеспечивающих неограниченный запас хода и позволяющих развивать скорость, превышающую 30 узлов. Отменная маневренность и автономность этого гиганта делают его незаменимым в стратегических миссиях. Уникальные электромагнитные катапульты IMLS, заменившие устаревшие паровые системы, значительно ускоряют процесс подъема авиации, повышая скорость и боеспособность. Но даже эта авангардная технология — лишь крупинка в калейдоскопе инноваций, укрытых в недрах авианосца. Настоящее величие USS Gerald R. Ford спрятано там, где глаз большинства никогда не задержится. На горизонте все больше секретов, достойных раскрытия. Они готовы поразить любого, кто заглянет за стальные стены этого Титана. USS Gerald R. Ford напоминает технологическое чудо, в котором все создано для оптимизации и эффективности. Одним из главных новшеств являются электромагнитные катапульты IMLS. Эти системы предлагают не просто улучшение скорости. Они увеличивают темп запуска самолетов на 33% по сравнению со старыми системами авианосцев класса НИМИЦ, снижая нагрузку и увеличивая долговечность конструкций. На борту располагаются непревзойденные системы управления и контроля. Радиолокационные станции с активной фазированной антенной-решеткой и система Aegis MK7 обеспечивают уникальные возможности для слежения и обнаружения, вести наблюдения с большего расстояния и точностью. Это поднимает на новый уровень способность распознавать цели, даже в самых сложных условиях. Про системы защиты, зенитно-ракетные комплексы Sea Sparrow и RAM способны стремительно реагировать на любые внешние угрозы, что дает право считать Gerald R. Ford практически неприступным для врага. Основу его автономности составляют два атомных реактора A1B. Это не просто передовая технология. С ними корабль может находиться в плавании, не производя до заправок порядка 20 лет. Это обеспечивает неограниченную стратегическую гибкость и возможность продолжительной изоляции. И к этому еще добавляется интегрированная сеть датчиков и серверов, которые соединяют в одну систему все технологические решения, делая авианосец тем самым флагманом современных технологий. Но то, что скрывается за этими стальными стенами, лишь намек на те глубины секрета, которые обеспечивают это чудо. Под слоем инноваций спрятано то, что вызывает потрясение и толкает к еще более глубокому изучению. Готовы ли вы обнаружить больше неожиданных открытий? Представьте себе мир, где команда из 4000 человек живет и работает в захватывающей гармонии среди бесконечных просторов океана. На борту авианосца USS Gerald R. Ford, который способен нести до 90 различных летательных аппаратов, все построено вокруг слаженности и точности действий каждого моряка. Здесь каждый дюйм пространства играет свою роль. Жилые помещения буквально нашпигованы технологиями, обеспечивая максимально возможный комфорт в условиях ограниченного пространства. Этакий плавающий город, где предусмотрены современные системы кондиционирования и уютные зоны отдыха. Моряки могут поддерживать физическую форму благодаря современным спортзалам, доступным каждому члену команды. В тесных спальных помещениях и общих санитарных узлах многое напоминает о непростой жизни на борту. Два ядерных реактора общей мощностью порядка 600 МВт питают авианосец и все его системы. Эти реакторы делают корабль автономным, обеспечивая стабильную работу, в том числе электромагнитных подъемников. Хотя часть систем все еще демонстрирует технологические трудности, работа над их внедрением идет полным ходом. Подготовка экипажа, в частности пилотов, имеет критическую важность. На борту присутствуют различные модели самолетов, от передовых F-35C до не менее значительных F-A-18EF и E-2D. Каждый вылет требует слаженной работы десятков людей, от механиков и инженеров до аэронавтов. Находясь на борту USS Gerald R. Ford, моряки и пилоты не только несут службу, но и становятся участниками большого технического и стратегического эксперимента. Этот секретный мир скрыт от посторонних глаз стальными стенами и таит в себе еще больше удивительных открытий для тех, кто готов в них заглянуть. Тактические возможности авианосца USS Gerald R. Ford невозможно переоценить. Его водоизмещение достигает 112 тысяч тонн, а длина 337 метров. Этот гигант не просто важный элемент военно-морского флота США, он является настоящей технологической вехой. Авианосец оснащен передовыми комплексами RIM-182 Evolved Sea Sparrow и RIM-116 Rolling Airframe, которые обеспечивают защиту от воздушных и ракетных угроз. Дополним это системами радиоэлектронного вооружения, такими как Aegis и SP-1E, которые делают его мощным инструментом защиты, не неприступным, но способным выдерживать большую часть угроз. Бортовая авиагруппа вмещает до 90 единиц авиационной техники. Это передовые истребители пятого поколения F-35C Lightning II, испытанные F-A-18EF Super Hornet и современные воздушные машины, такие как E-2D Hawkeye и EA-17G Growler. Электромагнитные катапульты Amos позволяют быстро разогнать истребитель, что значительно повышает боеготовность. Командование осуществляется с помощью современного комплекса управления ACDS, что превращает авианосец в центр управления боевыми действиями на море. USS Gerald R. Ford создает стратегическое преимущество, обеспечивая защиту морских путей и демонстрируя силу и решительность. Это первый в своем классе корабль, несущий принципиально новые технологии. Киль заложен в 2009 году и введен в строй. В 2017 он символизирует новую эпоху в военном судостроении с прогнозируемым сроком службы 50 лет. Впереди еще много удивительных открытий. На горизонте скрывается то, что выделяет этот корабль среди других и делает его уникальным инструментом в руках военных специалистов. Под стальными палубами авианосца USS Gerald R. Ford скрываются не мистические лаборатории, а тщательно спланированные инженерные и технические отсеки. Эти пространства служат ключевыми элементами поддержания работоспособности корабля и его мощных систем. Все здесь подчинено эффективности и надежности, обеспечивая высокотехнологичное обслуживание и поддержку авиационной группы судна. Кроме того, автоматизированные системы управления и логистики значительно уменьшают количество необходимых членов экипажа, позволяя более рационально использовать людские ресурсы на корабле. Инженерные решения включают передовые системы связи, обеспечивающие координацию действий без малейшей задержки. Это делает возможным эффективное управление операциями, нахождение в постоянной связи с командованием и другими силами флота. Разветвленная сеть инженерных путей и коммуникаций, не уступая ни в чем лучшим военным центрам, делает работу и жизнь на борту слаженной и надежной. Современные радары и системы ПВО обеспечивают защиту от воздушных угроз и делают корабль важной стратегической единицей на море. Однако, несмотря на множество инноваций и технологических чудес, размещенных на USS Gerald R. Ford, чудеса проектируются и разрабатываются не здесь, а в основном на специализированных исследовательских центрах. Каждое скрытое на борту решение раскрывает не мифы, а подлинное инженерное искусство. Впереди нас ждет еще больше удивительных технологий, которые поднимают вопросы о том, что же является следующим шагом в эволюции морской мощи. Инженеры и операторы продолжают совершенствовать уже имеющиеся системы, прокладывая путь в будущее для этого великого судна. Испытания авианосца USS Gerald R. Ford представили собой уникальный этап в истории морского флота. Процесс начался еще в 2014 году и занял несколько этапов. Критические проверки, выявившие проблемы с генераторами, начали корректироваться летом 2016-го. Однако настоящим испытанием корабль подвергался весной 2017-го, когда впервые вышел в открытое море на Builders Trials 8 апреля. Это ознаменовало начало его эксплуатационных испытаний. Формально введен в строй он был 22 июля 2017-го. Хотя летом того же года он считался готовым, до боевых операций еще было далеко. USS Gerald R. Ford участвовал в целой череде тренировок и проверок, готовясь к настоящим миссиям, запланированным на более позднее время. В частности, электрические катапульты IMLS оказались предметом особого интереса, хотя их революционный характер был неоспорим. Тесты показали необходимость дальнейшей доработки, чтобы повысить надежность и функциональность системы. Полноценные испытания на устойчивость к подводным взрывам, так называемые Shock Trials, состоялись лишь в 2021 году. Этот этап был предназначен для подтверждения способности корабля выдерживать вражеские атаки, приближая его к выполнению боевых задач. Несмотря на это, многие аспекты, связанные с информационными системами и сетевыми действиями, потребовали большего времени на интеграцию и настройку. Авианосец является истинным воплощением инженерной мысли, в то время как его стратегическая важность продолжает расти. Под стальными палубами продолжается доработка систем, обещающих вывести его в ряд лидеров морского флота. Мы еще увидим, как этот Титан раскроет весь спектр своих возможностей, когда придет его черед делать историю на воде. Стоимость создания гиганта USS Gerald R. Ford достигла около 13 миллиардов долларов, точнее 13 миллиардов и 30 миллионов, согласно официальным данным. Это внушительная сумма, но за ней стоят передовые технологии, такие как электромагнитные катапульты и реакторы А1Б, что делают корабль уникальной технологической вехой в истории судостроения. Начало строительства этой морской крепости датируется августом 2005 года, хоть судно и было введено в эксплуатацию лишь в 2017. Верфи компании Newport News Shipbuilding, где велись работы, стали домом для тысяч специалистов, трудившихся над воплощением инженерных решений, произведших революцию в военно-морском флоте США. Будучи символом американского господства на морях, Gerald R. Ford служит стратегическим фактором сдерживания. Присутствие такого авианосца в мировых точках напряженности – это гарантия демонстрации силы и обороны интересов США в любом уголке мира, что является немаловажным аспектом его политического значения. Однако стоит учитывать и огромные эксплуатационные расходы, которые достигают 22 миллиардов долларов за весь срок службы авианосца. Это не останется вне пристального внимания со стороны критиков, оспаривающих целесообразность подобных трат. Несмотря на все споры и разногласия по поводу огромных затрат, USS Gerald R. Ford остается важным элементом в цепи американской морской мощи, чьи возможности ждут воплощения в новых реалиях. Хотя гарантировать абсолютное доминирование в мировом океане сложно, множество геополитических и технологических факторов играют свою роль. USS Gerald R. Ford остается ключевым элементом стратегического перевооружения ВМФ США. Авианосец на данный момент активно развивает возможности интеграции беспилотных систем, создавая основу для их полной боевой готовности в будущем. Фокус на информационные войны позволяет Ford успешно координировать действия с союзниками благодаря современным радарным и сетевым системам, что делает его страховым полисом для ВМФ США. Сокращение экипажа на 700 человек обеспечило экономическое преимущество, что сохранит миллиарды долларов на протяжении жизненного цикла авианосца. Даже в эпоху, когда цифры играют важную роль, USS Gerald R. Ford показывает, что именно качества и инновации стоят в авангарде современных морских сражений. Авианосец USS Gerald R. Ford стал настоящей вехой в судостроении, воплотив передовые технологии и инженерные решения, ведущие за собой будущее. Введенный в строй в 2017 году, он знаменует собой начало новой эпохи для ВМС США, заняв место легендарного USS Enterprise. Оснащенный двумя реакторами типа A1B, авианосец производит в полтора раза больше энергии по сравнению с классом Nimitz. Эта мощь используется для питания множества инновационных систем, включая электромагнитные катапульты Эммолс и усовершенствованную систему посадки ARD. Электромагнитные подъемники для боеприпасов ускоряют процесс перевооружения самолетов и повышают уровень безопасности на борту. Gerald R. Ford способен разгоняться свыше 30 узлов, что позволяет ему быстро маневрировать и действовать на море. Он может сохранять автономность на протяжении более чем 20 лет, что делает его поистине совершенной плавучей базой. Сместимостью до 90 самолетов, включая передовые F-35C, авианосец готов к выполнению самых разнообразных миссий. Автоматизация и современные технологии позволили сократить численность экипажа почти на 700 человек по сравнению с предшествующими кораблями, что значительно снижает операционные расходы. Это экономит миллиарды долларов и выделяет Ford среди других судов. Будучи настоящим символом инноваций, USS Gerald R. Ford демонстрирует мощь и стратегическое преимущество, подтверждая, что США продолжают лидировать в морских технологиях. Авианосец готов вести за собой флот в новые времена, оставаясь на передовой линии инновационных достижений. И хотя его потенциал уже впечатляет, мы уверены, что он еще не раз удивит мир своими способностями.